Победу в областном конкурсе корреспонденту телеканала «Самара ГИС» Елене Малютиной принес сюжеты фестиваля «Есенинская осень». Он проходил в Ширяево. На празднике были представлены выступления коллективов, которые отображали традиции народов, проживающих на территории региона. Мы снимали сюжет в одном из самых живописных мест Самарской области, в селе Ширяево. Конечно, мы получили от этого огромное удовольствие и вдвойне приятно в начале рабочей недели, конечно, получить награду. Телеканал «Самара ГИС» всегда активно освещает все события региона и области, которые достойны внимания нашего зрителя. Естественно, это большая, огромная работа, которую дел выполняет наша команда, поэтому эту награду я бы хотела, конечно, разделить с нашим коллективом. В конкурсе могли участвовать любители – это блогеры и молодежные студии в номинации «Поколение мультимедиа» и профессиональные журналисты в номинации «Профи». Всего на суд-жюри было представлено 50 работ, из них в финал вышли только 14. Умение создавать позитив в рамках этой темы, умение находить интересных людей, интересные истории, умение находить сюжеты, которые достойны внимания – это, наверное, самое сложное в работе журналиста и то, к чему у него лежит душа. И вот этот конкурс, наверное, дает возможность профессиональным журналистам показать свои вот такие удачные и дорогие сердца, наверное, работы. Конкурс прошел при поддержке администрации губернатора Самарской области и автономной некоммерческой организации «Культурный центр Лука». В качестве партнера конкурса выступил Самарский социально-педагогический университет. Я думаю, что просто у этого конкурса очень хороший потенциал, потому что туристическая тема, то есть этническое разнообразие культурное, оно очень хорошо накладывается на туризм, на туристическую тему. И сейчас эта тема очень активно развивается, внутреннего туризма. Я думаю, что здесь у конкурса очень большие перспективы, и здесь, в общем-то, я думаю, что люди будут откликаться, и мы получим большее количество откликов и большее количество работ уже в следующем году. Организаторы планируют проводить конкурс ежегодно. Лариса Шлафаст, Елена Малютина, Николай Сидоров. События.